Моего отца, моего брата тут же забрали на работу с первых дней. Забрали на работу, у нас еще не трогали. И они пошли, они работали в этот день, МТС был, машино-тракторная станция. Что-то они там на территорию убирали или что. Ну и кто-то пришел и сказал, туда же, много людей работали, что вылавливают людей, молодых. Ну, мой брат, папа рассказывал, что он вроде пытался уйти, но папа думал, будет держать его возле себя. Он его не отпустил. И когда их забрали, забрали его, брата, папу, и папиного брата самого младшего. Велгу его звали. И собрали их в кино. А до этого была регистрация всех специалистов. Вот. И папа был зарегистрированный как специалист. Папу отпустили, и папа все годы говорил. Когда я уходил, так он на меня так смотрел, так смотрел. И этот взгляд, он говорит, меня преследует уже столько лет, сколько я живу без него. Так он на меня посмотрел. Моня. Вот. Вели их городом, 56 человек. Он шел первый. Он был самый высокий, самый красивый, с красивой прической. Папутина. Ему можно было дать уже 20 лет. У него был день рождения, 20 августа. Его провели в кино, туда, где всех. Они забрали много людей, там они отбирали молодых. И вот этой дорогой, где его увезли в последний раз, вели. Я жила в Летине все годы. Я этой дорогой ни разу не прошла. Я не топтала эту дорогу, где провели в последний путь моего брата. Я не шла этой дорогой 50 с лишним лет. Я переходила на другую дорогу. И тут же он меня вспоминался. Очень тяжело переносило его смерть. Мы были вместе, мы были почти одинаковые. Он меня защищал всегда. Он был очень предан мальчику. Очень предан. Его расстреляли вместе с этим папиным братом молодым. Вот где девочка осталась жива. Это ее отец. Крестьяне копали там ямы. Их заставили, конечно, копать. Ну, я не знаю, где их расстреляли. Но я бежала за первой машиной. Я еще с одним мальчиком. Куперберг его фамилия. Он в Израиле. Я бежала за машиной. Просто я не соображала, что я делала. Я видела, что его увезли. И пока я добежала до места, так вторая машина уже нагнала нас. И повернула на территорию военного городка. А мы лежали через дорогу во дворе. Потом он стал полицаем. Поросюка. Вот. И мы видели вторую машину, которая заехала. Я не знаю, в какой машине был мой брат. Или в первую, или в вторую. Но мы видели вторую машину, что она повернула в эти ворота. Вот. И потом слышали выстрелы. Много-много выстрелов. Но мы не соображали, что это... Что это их убивает. Мы не поняли, в чем дело. Мы думали все время, потом уже, что их взяли на работу. Что это... Что не может быть, чтобы их расстреляли. И за что? Он же молодой. Он же ничего вредного не сделал. Вот. И... Потом уже стали искать, обнаружили там гильзы, какие-то каски. В общем, мы уже убедились в том, что их расстреляли 56 молодых. Это была первая акция. Его virtual рассказала. Продолжение следует...